Последствия утечки на магистральном газопроводе в Ак-Тубе полностью устранили. ЧП произошло минувшей ночью на окраине города, вызвав панику среди жителей новостроек. При этом подачу голубого топлива потребителям не прекращали. По последним данным, обошлось без жертв и пострадавших. В чем причина ЧП и каков ущерб, выясняла Лейла Ауэсова. Дым со стороны газораспределительной станции сполошил жителей жилого массива Береке. Коттеджный городок считается элитным, и подобных происшествий здесь никогда не было. По словам очевидцев, фонтан газа поднимался на несколько метров в высоту, издавая при этом сильный шум. Сейчас на месте ЧП спокойно, а вчерашнем инциденте напоминают лишь спецтехника и рабочие, которые проводят ремонтные работы. Еще специалисты говорят, что в сухую погоду любая малейшая искра могла вызвать огненный факел и даже спровоцировать взрыв. Однако в регионе вот уже несколько дней идут дожди, поэтому таких серьезных последствий, как пожар, удалось избежать. Во время происшествия обошлось без жертв и пострадавших. Рядом со станцией жилых домов нет. Это охранная зона. Как теперь объясняют специалисты, утечка газа произошла из-за дефекта заваренной крышки на конденсатозборнике. В связи с понижением давления газа на входе Актюбинской ТЭЦ со стороны Актюбинского производственного филиала АО «Казтрансгазаймак» была направлена телефонограмма о повышении выходного давления после ГРС-300 до 10 килограмм. 21,45 при давлении 9,5 килограмм на выходе ГРС-300 начал резко снижаться, расход начал увеличиваться. И как раз вот это время, наверное, вот этот разрыв этого конденсатозборника произошел. На этом участке планировали делать врезки новых районов, из-за чего увеличили подачу газа. В результате давление в магистральном трубопроводе стало резко падать. Мы сейчас проведем расследование, из-за чего произошло, как произошло, и потом уже сообщим. Со стороны подрядчика тоже проводится работа по выяснению причин аварии. С ними у нас есть договор. Данный участок газопровода находится на гарантийном обслуживании. Его ввели два года назад. Но аварийные службы среагировали оперативно. Задвижку быстро закрыли, подачу газа прекратили. А аварийный данный участок закольцевали.